Что для Беларуси сделал поздняк? За чей счет будут кормить российских военных? Что будет, если Украина признает Беларусь страной спонсора терроризма? Это народ спросит, вы задаете интересующие вас вопросы? Мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях. Зенон Станиславович Позняк легенда белорусского сопротивления. Основатель БНФ, один из самых ярких белорусских политиков и общественных деятелей, сражающийся с лукашизмом уже очень давно. Последнее время персона Зенона Позняка вызывает повышенное внимание белорусов, особенно тех, кто родился уже при диктатуре Лукашенко и не застал активную деятельность политика в начале 90-х, в первые годы независимости Беларуси и зарождение тирании. Связано это с активной и порой конструктивной критикой Зенона Станиславовича, белорусской оппозиции и многих лидеров демократических сил, а также обвинений некоторых представителей оппозиции в сотрудничестве с КГБ. Вопрос зрителей Маланки. Что для Беларуси сделал Позняк? Я думаю, что, отвечая на этот вопрос, стоит остановиться на двух исторических эпохальных событиях, которые связаны с деятельностью и непосредственно с именем Зенона Позняка. Прежде всего, это крупнейшее расследование и раскопки, связанные с периодом сталинских репрессий и расстрелов в Беларуси. Сегодня это место, которое было впервые расследовано, изучено, и при Зеноне Станиславовича начались раскопки и начались запросы относительно жертв сталинских репрессий. Сегодня это место известно как Куропат. Печально известный пример того, как белорусы уничтожались системой коммунистической и уничтожались сталинским режимом в 30-х годах. Конечно же, того времени советские коммунистические власти Беларуси и Советского Союза в целом стремились, как это было в вопросе с Катынью, сбросить всю вину на немецких захватчиков. Но вот эти исследования, которые начал Зенон Поздняк, они привели, конечно же, уже потом в 90-х годах к абсолютно ясным выводам, что все захоронения связаны как раз таки с периодом действия советских властей. Все доказательства свидетельствуют о том, что это были элементы массовых расстрелов в Беларуси, тогда еще под Минском и белорусов. Сегодня, опять же, мы имеем дело с тем, что власти пытаются это все стушевать, смешать, сбросить вину на немецких оккупантов. Но, правда, такова. И, по сути, потом Генеральная прокуратура Республики Беларусь также сделала заключение относительно того, что все погибшие — это жертвы сталинских репрессий. Это первый момент, который, по сути, изменил тогда, опять же, не для всех это было известно, но тогда это изменило вообще облик коммунистической власти, облик того, с чем столкнулась Беларусь в период существования Советского Союза, и стала точка отсчета мощного национального антикоммунистического движения. Еще в 1988 году, можете себе представить, 1988 год, несмотря на гласность и перестройку, было организовано в Минске массовое шествие на деды именно для того, чтобы почтить память расстрелянных сталинскими палачами беларусов и представителей других народов, в Минске было организовано первое массовое оппозиционное шествие, ну, даже не оппозиционное, это было символическое, скорее, шествие, которое было брутально разогнано коммунистическими властями Беларуси. Тем не менее, это положило основу для второго эпохального и значимого для нашей истории, для истории независимости события, это основание Белорусского народного фронта, который стал первым оппозиционным политическим, сначала культурным, но впоследствии политическим движением, политической партией, силой, которая и, по сути, явилась той ключевой силой, которая оформила независимость Беларуси уже в период распада Советского Союза, но именно эта национальная сила, она создала ту форму и политического, и культурного образования, которую мы сегодня называем Беларусь, несмотря на все деструктивное действие режима Лукашенко. Белорусская символика, белочервоно-белостья в погоне, это результат активной деятельности Белорусского народного фронта, который выглавлял Зенон Станиславович, и которая объединила всех национально-патриотично настроенных белорусов, и с этого началось национальное возрождение в нашей республике, национальное возрождение республики как таковой. Я считаю, это, по сути, те события, которым ничего не стоит не добавлять, и от которых ничего нельзя убавить, то, что создало нашу страну и наше национальное общество. И, конечно, об этих событиях, исторических, значимых, сегодня обязан просто знать любой уважающий себя Беларусь, тот, кто сражается с режимом Лукашенко. Это то, что не сделал никто, и тот вклад и культурный, и политический, который был внесен Зеноном Станиславовичем, его окружением, он, по сути, сформировал то общество, тот образ национальный, который и сегодня живет, но, к сожалению, не всегда. Конечно, люди понимают истоки и основу того, откуда пошла республика Беларусь. Зеноном Станиславович был вынужден покинуть Беларусь в силу того, что Лукашенко начал устранять всех своих ключевых оппонентов, и поздняк был в списке как раз возможных целей для устранения, потому что он, как и личность, и как представитель такого мощного движения национального, представлял исключительную угрозу для власти и для Лукашенко, и мы видим, как он расправлялся со всеми своими оппонентами. Это и Геннадий Карпенко, это и Захаренко, это и Гончар, Красовский и многие-многие другие. Поэтому, конечно, в тех условиях, когда вот это большинство привязанное ностальгии к Советскому Союзу совершенно никак не воспринимало то, что они теряют страну, теряют свободу, конечно, я думаю, что в тот момент, в тех обстоятельствах, решение покинуть страну было единственно правильным. Я думаю, что теперь те люди, которые столкнулись с системой после 2020 года, прекрасно понимают, простые даже граждане, на которых обружилась вся система, все репрессии прекрасно понимают, что перед каким сложным выбором стоял Зенон Смиславич в то время, вынуждены эмиграции. Опять же, не стоит забывать, что национальные силы и в Беларуси, и в Украине, и в других странах представляли серьезную угрозу, опять же, для России, потому что это был движущий фактор, дезинтеграционный фактор. В тот период времени как раз, даже несмотря на то, что как бы у власти стоял либерал-демократ Ельцин, тем не менее, вот эти стремления оставить под влиянием, под контролем республики, оно оставалось империей, оно остается империей. Поэтому Зенон Смиславич сегодня, можно сказать, историческая личность. Это часть истории огромного пласта независимой истории, которую нужно знать, помнить. Конечно, были другие политические фигуры, но того системного вклада политического и культурного, который сделал Зенон Смиславич. Нужно еще упомянуть, что Белорусский народный фронт стал площадкой, источником для формирования интеллигенции белорусской национальной. Это стало таким источником для идей, для вдохновления, для деятельности по национальному возрождению, поэтому это называется Белорусский народный фронт-одраджень. Поэтому столько, сколько было сделано и поздняком, и национальным одраджением, возрождением, по сей день не было сделано не столько. Столько мог сделать только Лукашенко, уничтожая национальное возрождение. Вот это две на сегодняшний день равные фигуры. По созиданию нации, как Зенон Станиславович и БНФ, и по разрушению нации, как Лукашенко. Вот две диаметрально противоположные фигуры, которые формировали и сталкивались в период существования независимой страны. На прошлой неделе кремлевский диктатор подписал распоряжение о внесении изменений в соглашение об обеспечении региональной безопасности в военной сфере России и Беларуси. Данный документ должен обеспечить функционирование русской группировки на территории Беларуси на безвозмездной основе. И кажется, что это братское предложение Кремля будет принято Лукашенко абсолютно безропотно. Шкловский экс-чиновник не только сдает суверенитет нашей страны, предоставляет территорию Беларуси для российских войск, теперь же армии орков будет представлено всестороннее обеспечение. Наши зрители интересуются, за чей счет будут кормить российских военных. Дело в том, что между Беларусью и Россией существует целый ряд отношений, и прежде всего они называются не только военные, не только материальные, финансовые, энергетические. Есть целый комплекс. И военные базы, размещение их на территории Беларуси, это не столько вопрос материального снабжения 5-10 тысяч солдат, сколько того, что белорусский режим получает взамен. А взамен от Путина режима российского он рассчитывает получать гораздо-гораздо больше. Это и включение в программы импортозамещения на 5 миллиардов долларов, это и транзит удобрения нефтепродуктов, это включение в разного рода логистические цепочки, это и прощение долгов, это вопросы по ядерной энергетике. Поэтому если даже Кремль скажет, вы кормите наших солдат, ну сколько там будет, ну 10-20 миллионов долларов, да, но за эти 20 миллионов долларов Лукашенко рассчитывает получить миллиарды. Ну а самое главное, что вот ОДКБ и вообще конституционное стремление к нейтральному статусу нейтралитета полностью растоптано, и де-факто Беларусь уже не контролирует ни военную свою политику, ни внешнюю политику. По формальным признакам можем сказать, что Беларусь уже потеряла свой суверенитет и является частью какого-то геополитического образования тоталитарно-российской империи. За счет налогоплательщиков понятно, ну каких, либо часть российских, часть белорусских. Дело в том, что мы же, например, не знаем, какой баланс будет поставок оружия, поставок нефтепродуктов, поставок услуг по, например, созданию логистической инфраструктуры для экспорта нефтепродуктов и кольных удобрений. То есть на этом этапе все равно уже гораздо больше Россия дает Беларуси, чем, условно, кормежка какого-то количества российских солдат. 30 августа группа депутатов Верховной Рады Украины выступила с инициативой о признании Беларуси государством спонсором терроризма. Текст законопроекта уже опубликован на сайте Рады. Украинские парламентарии призывают международное сообщество признать Беларусь государством спонсором терроризма, усилить давление на Беларусь, в том числе путем введения санкций, предусмотренных для государства спонсора терроризма, ввести санкции против должностных лиц и представителей бизнеса, политических партий, которые поддерживают войну в Украине. Режим Лукашенко сделал из нашей страны соагрессора в этой жуткой войне. Репутация Беларуси испорчена на долгие годы. А теперь, и это вполне кажется возможным, Беларусь может получить очередной незавидный статус – государство-террориста. Зрители Маланки задают вопрос, что будет, если Украина признает Беларусь страной-спонсором терроризма? Я не могу на сегодняшний момент уявить, что украинская влада вот так оперативно вызнает Беларусь государством-спонсором терроризма. Хотя бы с той простой причиной, что это нелогично. Между нашими государствами не разорваны дипломатические отношения, и посол Украины Игорь Кизим продолжает работать в Минске. Поэтому сказать, что разорвать, ну, я даже скажу больше. Я не могу уявить, что ближчим часом США, которые используют такой инструмент, вызнают Россию или Беларусь государством-спонсором терроризма. Потому что это сейчас не отвечает их поточным тактичным интересам, потому что они перебывают в процессе переговоров про обмин своих граждан, которые перебывают в издательствах государства, соответственно, России и Соединенных Штатов. Звичайно, что заявил Лукашенко, например, ту маячню, которую он сказал про украинских войсков, которые конфликтуют с Зеленским. Украинские войскови могут хорошо конфликтовать насамперед с белорусскими. Если они рискнут перейти белорусско-украинский кордон. Но конфликтовать с собственной владой и собственным народом украинские войскови не будут, поверьте мне. То есть, что Лукашенко давно сидит в парадигме российской пропаганды, это не привод вважать, что все, что он говорит, станет подставой для разорвания дипломатических отношений, для того, чтобы признать Беларусь страной спонсором терроризма. Я понимаю, что белорусская опозиция была бы в заходе, то есть им бы это понравилось. Но давайте все-таки мы будем ориентовать на то, что граждане Белоруси должны сами решить свои проблемы в середине Белоруссии с белорусской владой. То есть, не будет ситуации, когда украинская влада или украинские войскови сместят владу в Белоруссии и отдадут ключи от президентского полета кому-то с представниками белорусской опозиции. Вы смотрели проект «Маланка.Медиа.Народ спросит». Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы найдем ответ. Подписывайтесь на наши каналы «Маланка.Медиа» и «Маланка.Лайв». Ставьте лайки и делитесь в соцсетях. Заходите на наш сайт «Маланка.Медиа» и скачивайте мобильное приложение «Маланка». Не забывайте, что в нашем инстаграме и телеграм-канале регулярно публикуются свежие новости. Живе Беларусь и слава Украине!